В эфире итоговая информационная программа. Здравствуйте в студии Алена Куколева. О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Вот некоторые темы выпуска. Госдума приняла закон о повышении акцизов на бензин. Что делать рязанцам, если в аптеке продали подделку? Рязанцы могут увидеть военный мундир легендарных полководцев и синоптики дают прогноз на предстоящее половодье. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении и в целом закон о повышении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо. Но введение может вступить в силу уже с 1 апреля этого года. Правительственный законопроект об этом был внесен в Нижнюю палату парламента в феврале. В нем предлагалось увеличить ставку на автомобильный бензин на 2 рубля в расчете на литр бензина. На дизельное топливо на 1 рубль за тот же объем. Сколько будет стоить бензин в 2016 году в России? Этот вопрос беспокоит сегодня без преувеличения всех. Ведь с одной стороны, такое увеличение стоимости акцизов и налоговых сборов позволит существенно пополнить бюджет страны, которая сегодня переживает очень серьезные перегрузки. С другой, резкое повышение стоимости топлива неминуемо станет причиной социальной напряженности и стресса простого населения, которое и так теряет свои доходы довольно стремительно. Те, кто занимается реализацией энергоресурсов, они себя никогда не будут обделять. Соответственно, если повышаются акцизы, то это ложится на плечи тех людей, кто будет пользоваться автозаправочными станциями. Мы уже много лет тому назад предлагали включить стоимость налогов на транспорт в акциз топлива. Тогда все опасались, что если это произойдет, то произойдет повышение стоимости на бензин. Сегодня в итоге у нас и бензин подорожает в связи с принятием закона повышения акцизных сборов с топлива. У нас остается налог на транспорт, у нас еще дополнительно вводятся и сборы по системе Платон с наших дальнобойщиков. Все это является следствием неграмотной экономической политики, которую проводит экономический блок правительства Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что от стоимости топлива зависят цены и на многие другие виды товаров. Какой рост цен на бензин ожидается в этом году в России, эксперты утверждают, около 2-3 рублей за литр. Чтобы рост топлива не был критическим, правительству необходимо снижать цену акцизов на продукты, получающихся в результате переработки нефтепродуктов. Однако такая мера чревата тем, что госбюджет недополучит несколько миллиардов рублей. А это в нынешней ситуации достаточно сложное решение, когда на счету каждая копейка. Сегодня у нас единственная нефтяная компания «Роснефть» на 75% принадлежит государству и та выставлена на приватизацию. Это еще один не очень длинновидный способ правительства Российской Федерации пополнить казну. В последующем Улюкаев заявлял о том, что возможно рассмотреть вопрос о приватизации «Газпрома». Вот две крупнейшие национальные компании, которые занимаются продажей и добычей газа и нефти, стоят на пороге того, что они могут попасть в частные коммерческие руки, в том числе и зарубежных компаний. И государство уже утеряет какой-либо рычаг для того, чтобы регулировать цены на энергоресурсы. Нефтяные компании сейчас пытаются выжить из сложившейся ситуации максимум. Монополизированная сфера позволяет делать это без каких-либо препятствий. Конец минувшего года ознаменовался крупным скандалом на фармацевтическом рынке России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ввоза и продажи на территории страны некачественных БАДов. Причем речь шла о пищевых добавках для мужчин. Примечательно, что биологически активные добавки витамина в России пользуются популярностью. Согласно данным опросов, их принимают 45% россиян. Как не попасть на фальшивые некачественные лекарства, разбиралась Анна Герцовская. В результате проверки 7000 аптек, которая недавно состоялась по всей России, в 80% случаев надзорными органами были найдены те или иные фальсификаты. Получается, что и рязанские граждане оказываются совершенно не застрахованы от приобретения некачественных лекарств. Можно столкнуться с разными проблемами. Например, в упаковке лекарственного препарата содержится меньше таблеток, чем заявлено в его описании. Или приобретенный препарат просто-напросто не лечит, не дает никакого эффекта. Что это? Физиологическая особенность организма или противопоказание или фальсификат? Как разобраться? За ответом мы отправились в общество защиты прав потребителей. В Рязани, к сожалению, мы не можем провести экспресс-анализ этих препаратов. И человек, который сталкивается с подобной проблемой, почему у него нет должного лечения? Не работает данное вещество? Нет этого вещества? Или переизбыток другого какого-то вещества? Проверить он фактически не может. В Рязани нет экспресс-лабораторий, которые могли бы проверить качество лекарственного препарата или установить содержащиеся в нем вещества. А заниматься вопросом некачественной продукции, не имея экспертной базы, становится проблематично. За этим рязанцам придется обращаться в другой город, например, в Москву. Получается, что горожане практически беззащитны и порой не могут или не находят времени предъявить требования. Вот как они сами объясняют, почему лекарственные препараты порой им не помогают или еще что хуже вредят. Некоторые препараты мне казалось, что не очень хорошо работают. Но это бывает не из-за того, что лекарство некачественное, а из-за того, может, не помогает, не подобранное для нашего заболевание. Возможно, такое. Вот я коснулась, вот сейчас хожу с дочерью. Мы очень много препаратов перепробовали, разные, но нам ничего не помогает. Мы не знаем, что делать. Вот сейчас еще выпустили от аллергии. Она пила от аллергии, ей хуже. Просто из-за того, что привыкание организма, когда приходит, приходится менять какое-то лекарство. Вы считаете, что это от привыкания организма, да? Да, я считаю, что это длительное применение. В течение пяти лет, допустим, одно и то же лекарство уже приходится что-то менять. В любом случае, рязанцы могут добиться правды. Ведь конфликт возникает тогда, когда человек не владеет информацией о тех правах, которые у него есть. Гражданину, столкнувшемуся с некачественной продукцией, нужно обратиться в Роспотребнадзор, чтобы там его смогли сориентировать по дальнейшим действиям. Все проблемы решаемы, если за них взяться всерьез. Тем более, есть те, которые могут решиться практически сразу. В другом случае, когда медицинское учреждение, в которое вы обращаетесь, по факту, ну, предположим, какой-то аллергии, дает заключение, что именно на фоне употребления данного лекарства у вас возникла аллергическая реакция, а которая не указана в аннотации на сам препарат. Вот здесь можно предъявить требования изготовителю, либо аптеке. Исходя из всех случаев, которые в последнее время происходят в мире лекарственных средств, рязанцам следует обращать особое внимание на состав лекарств. Как выяснилось, люди не сильно придают этому значение. Они считают, что раз доктор прописал, то нужно принимать препарат не глядя. Но тот же скандал с биологическими добавками для мужчин начался именно с того, что лекарства содержали то вещество, которое по закону было запрещено. Однако оно все же было указано в описании препарата. Так что проблему можно вовремя заметить и предотвратить нежелательные последствия. Дело об убийстве 19-летнего студента в ноябре 2012 года вновь дало о себе знать. Двоих рязанцев, выступавших свидетелями по делу об убийстве, подозревают в даче заведомо ложных показаний. И теперь молодые люди рискуют сами оказаться на скамье подсудимых. Наша съемочная группа встретилась с отцом погибшего студента, который после вынесения приговора готов добиваться правосудия и справедливости в отношении всех причастных к смерти его сына. С ним беседовала Марина Комиссарова. В августе минувшего года суд вынес приговор главному обвиняемому по делу об убийстве 19-летнего студента Александра Дудина. Следствие и суд длились долгих 4 года. И в результате преступника приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На других участников нападения возбуждалось уголовное дело за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Однако они попали под амнистию в честь 20-летия Конституции, еще на стадии следствия. Между тем, на прошлой неделе наметилось новое развитие этой громкой истории. В ходе судебных заседаний в качестве свидетелей были допрошены два молодых человека. Оба свидетеля с целью оказания помощи своему знакомому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление дали суду заведомо ложные показания о непричастности подсудимого к конкриминируемому ему деяниям. Однако им не удалось ввести суд в заблуждение относительно действительных обстоятельств дела. 20 августа прошлого года суд на основании собранных по уголовному делу доказательств вынес их общему знакомому обвинительный приговор. Теперь, после вступления приговора в законную силу, молодые люди сами стали фигурантами уголовных дел. Отец погибшего на общественной остановке парня Александр Дудин останавливаться не намерен. За эти несколько лет он сотни раз пересматривал видео с камер наружного наблюдения с банка и с видеорегистратора одного из проезжих автомобилей. Рисовал схемы, воспроизводя траекторию движения каждого из тех, кто участвовал в травле его сына. Я подал в Следственный комитет заявление с просьбой разобраться. Следственный комитет усмотрел в их действиях состав преступления и возбудил уголовное дело по этому факту. Дальше дело будет передано в суд. Как суд решит, я не знаю. Тогда, сразу после дерзкого убийства, внимание СМИ, в том числе федеральных, было приковано к истории 19-летнего убитого парня. Однако, едва громкие сюжеты показали по телевидению, как о помощи, которую со всех сторон перед камерой обещали оказать Александру Михайловичу, забыли все, кто обещал. Громкие слова никакого развития не получились. Они так и остались словами. Я обращался, ездил сам лично в Москву, в администрацию президента. Обращался в генеральную прокуратуру неоднократно. Следственный комитет писал президенту, когда послание ему. Ответа я нигде не получил. Писал Малахова на передаче с просьбой опять возобновить. Человек и закон передачу писал. Александр Михайлович будет и далее добиваться справедливости. Всем понятно, что они все навалились, все били, избивали. И там увернуться от смертельных ударов просто невозможно было. Просто он оказался из них один более удачливый, нанес смертельные удары. А другие что? Они же помогали. И они должны быть соучастниками этого преступления. У нас в стране за гораздо меньше преступления реальные срока люди получают. А тут совершили такое дерзкое убийство и не понесли никакой ответственности. И это вот то, что я сейчас пытаюсь наказать этих двух товарищей за лжественность. Это маленькая толика того, что я могу в память о своем сыне сделать. Хоть какую-то, чтобы эти люди понесли хоть какую-то ответственность за совершенные преступления. Потому как никакого раскаяния я не видел на заседаниях суда. Ничего нету, они все забыли. Смеются, ходят, улыбаются, продолжают дальше жить. Теперь, когда фигурантами уголовных дел стали двое свидетелей, которые давали заведомо ложные показания, Александру Дудину снова предстоит давать показания в следственном отделе. Наша телекомпания будет следить за развитием событий. В эти дни рязанские живодеры печально прославились на весь интернет. В сети появилось видео с чудовищным сюжетом. Подростки связывают кота и взрывают его петарды. Человек, который выложил ролик в интернет, утверждает, что обнаружил запись случайно. Видеозапись его просьбы помочь найти извергов набрала буквально за несколько дней миллионы просмотров. К поискам живодеров тут же подключились общественность и полиция. И уже в выходные полицейские задержали троих жителей Рязанской области, которые оказались причастны к жестокой расправе над животным. Жуткую видеозапись на просторах интернета полицейские обнаружили в ходе мониторинга материалов. Парни связали коту лапы скотчем и привязали к животу мощную петарду. Затем один из них поджег фитиль. Животное погибло. Третий участник расправы снимал все происходившее на видеокамеру. Предположительно, расправа над котом произошла в Рязанской области. Полицейские начали проверку. Вскоре установили, что к жестокой расправе над животным причастны трое жителей села Выжгород Рязанского района. Сотрудники полиции разыскали этих парней. В ходе проверки выяснилось, что убийство кота было произведено летом 2005 года. Трое жителей Выжгорода. Старшему из них 38 лет. Остальным 29 и 28 лет. Сняли это видео еще в 2005 году. За это время приятели-живодеры уже не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов. В 2007 году старший из парней был судим за кражу. А его приятели в 2008 году были осуждены за разбойное нападение. Не мудрено, что жестокой инквизиции над котом задержанные вспомнить не смогли. Ты мне скажешь, что вообще делало произошло? Ну, это было давно, честно говоря, даже сейчас до конца не вспомню. Ну так, хотя бы вот. 12 лет назад вы сами понимаете, что никак вообще не вспомню. Ты ранее судим не? Да. А по статье? 162-2. А ты в полиции вообще за что оказался? Задержали, якобы применяли насильственные действия по отношению к животным. А это вообще давно было? Это было давно очень. 12 лет. Приблизительно, может быть больше. А где это вообще происходило? Где ты был на этом? На Рязанской области, села Выжбород. Однако сотрудники полиции не смогут наказать живодеров, взорвавших кота. Срок давности для подобного рода деяний составляет всего два года и к настоящему моменту уже истек, а задержанные, отпущенные на свободу. Ведущий автор программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин предложил наказать взорвавших кота-рязанцев долгими реальными сроками. Об этом он рассказал в интервью газете «Культура». Он отметил, что в США за жестокое обращение с животными выносят приговоры до 20 лет лишения свободы. В Китае подобное карается смертной казнью. В настоящее время Комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии активизировал работу по ужесточению наказания за издевательство над животными. Остро отреагировала и общественность. В интернете появилась петиция с требованием наказать рязанцев, взорвавших кота. К настоящему моменту ее подписали уже около 20 тысяч человек. Рязанские спасатели начали активную подготовку к периоду половодия. В этом году подъем реки ожидается в середине апреля. О том, на что сегодня направлены силы сотрудников регионального МЧС, узнаем из материала моей коллеги Оксаны Тебенихиной. В Рязанской области началась проверка готовности органов управления сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. Проверку проводит комиссия МЧС России. Поводко-опасный период на территории области ожидается в первую-вторую декаду апреля. Вскрытие рек на территории региона прогнозируется в среднем многолетних сроках. При максимальных уровнях подъема воды в зоне воздействия весеннего половодия может оказаться 25 населенных минут. В настоящее время проводится работа по заключению договоров на проведение взрывных работ для ликвидации возможных ледовых заторов на реках области. Обследуются гидротехнические сооружения. В Центре управления кризисных ситуаций Главного управления в круглосуточном режиме осуществляется непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, сбор и анализ информации, поступающей от органов исполнительной власти, единых дежурно-диспетчерских служб и населения. Функционирует 8 датчиков по контролю за уровнями воды, что позволяет своевременно и качественно реагировать на складывающуюся гидрологическую обстановку. В настоящее время проводится комплекс подготовительных мероприятий, формируется запас материальных средств, проводится готовность техника и оборудование, ведется постоянный контроль за состоянием льда, организовано взаимодействие между ведомствами. В Центре управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России Президентской области в круглосуточном режиме осуществляется непосредственный контроль за состоянием окружающей среды, сбор и обмен информацией. Оповещение населения в зонах возможных подтоплений будет проводиться включением региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и передачи информации путем перехвата телевизионного и радиовещания, передачи СМС-сообщений силами сотрудников органов внутренних дел и пожарных гарнизонов с использованием автомобилей, оборудованных громкоговорящими устройствами, а также методом подворового обхода. Не прекращается работа и по предупреждению происшествия на воде. В частности, это касается профилактических рейдов и бесед, проводимых с любителями зимней рыбалки. Сотрудниками МЧС России определено 48 мест массового выхода людей на лед, на которых постоянно проводится контроль за состоянием ледового покрытия, производится замер толщины льда. Для качественного мониторинга складывающей обстановки используется современная техника, в том числе беспилотный летательный аппарат. Вместе с подготовкой к периоду половодия, который проходит достаточно быстро в нашем регионе, сотрудники МЧС уже начинают вести работу по подготовке к пожароопасному сезону. С 1 апреля в главном управлении начнет работу оперативный штаб по контролю за обстановкой, который координирует работу муниципальных образований по мониторингу обстановки в лесах. К регулярным рейдам сотрудников автоинспекции присоединились и другие силовые ведомства. Совместную работу с ГИБДД ведут представители регионального наркоконтроля. И такой совместный труд уже приносит определенные результаты. Недавняя проверка водителей маршрутных такси стала хорошим тому подтверждением. Вообще водители маршруток являются объектом особого внимания для сотрудников автоинспекции. Сфера пассажирских перевозок как-никак. Автополицейские провели совместную речь с представителями региональной ФСКН по проверке перевозчиков на состояние наркотического опьянения. О результатах этой работы сотрудники ведомств рассказали рязанским журналистам на пресс-конференции. Всего в ходе мероприятия было проверено более 200 водителей. И несмотря на то, что организация маршрутных перевозок является одним из самых контролируемых видов перевозок у четырех водителей, экспресс-анализ показал отклонение от нормы. Водители маршрутных такси, состояние которых вызвало подозрения у проверяющих, были направлены на освидетельствование в областной клинический наркодиспансер. Там благодаря специализированному оборудованию их протестировали повторно и проверили более тщательно. Подозрения в результате предварительного исследования это было у двух водителей на употребление марихуаны, у одного водителя на употребление бензодиазепинов, это для проще, хочу сказать, что это фенобарбитал. И у одного водителя употребления амитрептилина, это группа антидепрессантов. В ходе исследования, это уже на аппарате, который более подробно разлагает на все химические вещества, которые содержатся в организме. В результате у всех четверых был отрицательный результат. По материалам, полученным из УГИБДД в прошлом году, сотрудниками наркоконтроля составлены 24 административных протокола за употребление наркотиков без назначения врача. Все они направлены в суды и лица получили наказание. Это штрафы 4-5 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Стоит отметить, что проверка водителей производилась на конечных остановках, чтобы не препятствовать транспортировке пассажиров. При этом пронырливые перевозчики, прознав о проверке их брата, быстро сообразили и ринулись в обход точки рейда. Сотрудники автоинспекции, заподозрив в плутовстве подопечных, встретили их неожиданно там, где людей в форме не ожидали. Вот таким непростым выдался денек для рязанских силовиков. Подобные совместные рейды будут продолжаться и дальше. Мундиры маршалов Жукова, Рокоссовского, Буденного и других легендарных военачальников можно увидеть в эти дни на выставке в Рязани. Впервые парадная военная форма, которая хранилась в семьях полководцев, была передана специально для временной экспозиции. В Рязанский музей ВДВ выставка приехала из Кремля. Форма легендарных полководцев размещена в небольшом музейном зале. Сияние маршальских звезд и орденов поначалу сбивают с толку, ведь принадлежат они людям, которые привели страну к великой победе. Экспозиция представляет собой частную коллекцию председателя Комитета памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова Алексея Павликова. Приходилось поднимать старые лекала, в которых шили именно мундиры Парада Победы. Приходилось перелопатить огромное количество фотографий, где наши военачальники запечатлены с наградами в той или иной обстановке. Вот форма образца 1954 года. Сделана она из драб-костора. Ее шили специально для комсостава участников Парада Победы. Стандартный темно-зеленый цвет мундира был и у обладателей генеральских чинов. Данный образец принадлежал маршалу Жукову. А вот форма, которая выглядит более чем скромно. Мундир генералиссимуса Иосифа Сталина. Так все вместе 15 мундиров высших военачальников Красной Советской Армии выставляются впервые. 70-летие Победы послужило достойным поводом. ВДВ – это передовой рот войск. И, конечно, очень важно, чтобы курсанты воздушно-десантного училища Рязанского владели не только боевыми дисциплинами, военными специальностями, но они были глубоко исторически образованными и, в общем-то, отчетливо. И где-то, может быть, даже очень глубоко понимали, что им есть, чем гордиться и на кого равняться. Открывать выставку приехал сам командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов. Он много сделал для того, чтобы рязанцы в родном городе смогли увидеть эти уникальные экспонаты из частных коллекций. Я сам лично впервые увидел Орден Победы. Раньше я видел только на картинке. Сейчас я увидел, да, это муляж, но это Орден Победы. Дальше, что такое мундир и его внешний вид. Он показывает, каким человек в жизни, насколько бережно он относился. Ведь есть такое выражение. Выглядит как военный. То есть это в том, что человек, ведь в идеале, да, военный, как бы, всегда представляется таким. В дальнейшем на базе Рязанского музея ВДВ планируется расширить проведение выставок. Причем, по словам Шаманова, они станут более масштабными. Причем здесь есть, как бы, реконструкция, а есть подлинные просто вещи, которые, это вообще, да еще так, в таком, ну, просто весь генералитет тот, потрясающий, конечно. Это, конечно, надо показывать, это надо рассказывать. И надо, чтобы, ну, я думаю, что они сделают толковых экскурсоводов, потому что детям, особенно молодежи, они же толком и не знают, кто это такие. И должны знать. В музее истории ВДВ эти уникальные вещи пробудут до 21 марта. Затем выставка переедет обратно в Кремль. Командующий ВДВ Владимир Шаманов не поторопился уезжать после открытия выставки и уже в среду после выходных прочитал в Рязани публичную лекцию о Великой Отечественной войне и роли десантных войск в оборонительных операциях 41-го года. Слушателями стали сотрудники курсанта, а также школьные преподаватели, руководители вузов и общественные деятели. Рассказать о войне самой страшной и неприглядной ее страны было решено в преддверии 75-й годовщины со дня ее объявления. Как отметил Владимир Шаманов, первая лекция затронула 6 первых самых тяжелых месяцев войны. За 1418 суток боевых действий в Великую Отечественную войну более 11 700 человек были присвоены звания Героя Советского Союза. На сегодняшний день их осталось 57 человек. Примерно 40 не ходят. Говорят о том, что в ближайшее время их просто не будет. Слушателями необычной лекции стали представители правительства области, региональных министерств и ведомств, силовых структур и бюрохранительных органов, руководители вузов региона, а также преподаватели учебных заведений области. Я считаю, что это очень важное событие, во-первых, в истории нашего города, потому что Рязанина – признанная столица ВДВ. Ну и после праздника, 23 февраля, Дня защиты Отечественной, тоже, конечно, обязательно. Ну и наше поколение, молодежь наша, не должно что-то связать с нас, а патриотизм, героизм – это все главные качества, которые необходимы, наверное, современному молодому человеку, как юношке, девушке. По словам командующего ВДВ, лекция поможет патриотическому воспитанию. Он посетовал, что ряд решений в системе образования стирает историческую память, а с другой стороны, становится все меньше фронтовиков, которые могут рассказать молодежи о великой Отечественной из первых уст. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok